Вести Карачаева-Черкесия 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 Бесплатные земельные участки получили еще 25 многодетных семей Черкеска. Это первая в этом году церемония вручения семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. Их распределение, как и раньше, проводилось путем открытой жеребьевки. С 2012 года участки под индивидуальное жилищное строительство получили 770 многодетных семей Черкеска. Из них 148 были предоставлены в прошлом году. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности сообщил начальник управления службы занятости Карачаевой Черкесии Хизир Кумоков. По поручению Министерства труда Российской Федерации при активном участии партии «Единая Россия» службы занятости планируется провести всероссийскую ярмарку вакансий, время возможностей работы в России. Ярмарка будет проходить два этапа. Первый этап состоится 14 апреля региональный, и второй этап федеральный в июне этого года. Будут созданы на ярмарке шесть площадок, будут полные столы. Для старшеклассников проведены конференциальные мероприятия. Образовательные учреждения представят свои списки специальности, а в свою очередь работодатели республики представят огромный выбор своих вакансий. Мы приглашаем промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, предприятия в сфере туризма. Для участия в ярмарке придется зарегистрироваться предприятием на портале «Работа в России», подать заявку в органы службы занятости и зарегистрировать свою очередь в свои вакансии. Кроме этого, приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, выпускники образовательных учреждений. В региональном Минсельхозе подвели итоги конкурса на предоставление грантов «Агростартап». Общее количество заявителей состояло 89 граждан, из числа которых 14 недопущены к конкурсу в связи с несоответствием предоставленных документов, установленным к ним требованием. Отобрано 45 проектов на получение гранта на сумму 68 миллионов рублей. За счет полученной поддержки победители смогут оплатить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами. Министерством образования и науки Республики совместно с Карачаево-Черкесским Республиканским институтом повышения квалификации работников образования был организован и проведен первый региональный форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Лето без границ». Мероприятие призвано консолидировать усилия всех профильных ведомств и выработать единый подход в связи с изменениями в концепции организации летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Республики Лила Атаева. Успех реализации летней оздоровительной кампании зависит во многом от качественного состава персонала, который задействован в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. И качество подготовки наших специалистов в этом году этому качеству будет уделено огромное внимание. Мы переводим из дистанционного в очно-заочный формат обучения всех категорий, задействованных в летней оздоровительной кампании. В рейтинге регионов России Карачаево-Черкесия заняла четвертое место по системе ключевых показателей оценки эффективности реализации молодежной политики за 2022 год. Результаты объявлены руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой на расширенной коллегии Федерального агентства по делам молодежи, которая проходила под председательством заместителя председателя правительства страны Татьяны Голиковой. Мониторинг оценивался по 142 критериям. Карачаево-Черкесия стала участницей пяти из шести программ Федерального агентства по делам молодежи. В Черкесске в Доме печати состоялась презентация сразу шести книг писателей и поэтов Карачаева-Черкесии. Издания вышли в свет по инициативе и при поддержке Министерства по делам национальности и массовым коммуникациями печати Карачаева-Черкесии, а также Карачаева-Черкесского книжного издательства. Это романы, стихи, повести и переводы наших писателей Риммы и Магомета Утемисовых, Ольги Михайловой, Суина Капаеву, Вжукат Хагапсова, Татьяны Ченкаевой и нашего коллеги Хаджисмеля Джебекова. По словам заместителя министра по делам национальности и массовым коммуникациями печати Ислама Хубиева, презентация стала одним из крупнейших культурных событий в регионе с начала года. Конечно же для нашей республики это великое событие, когда выходит одна книга, а здесь их шесть и каждую книгу мы ждали и сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда входит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг. И как один великий поэт говорил, я всего лишь делюсь своим настроением и поэтому получаются такие хорошие стихотворения. Книга ведь рождается несколько раз. Она сначала рождается в голове человека, потом она рождается после того, как ее напишет автор, а уже третий раз, когда люди прочитают и дадут оценку. На самом деле это такое волнительное событие, прежде всего для самих авторов. Мы в ожидании, как читатели, всегда хотим узнать, о чем же поведал нам автор в своих произведениях. Поэтому я всех вас поздравляю с этим знаменательным днем. Хочу пожелать и книжному издательству, и нашему министерству, чтобы у нас выходили книги больше, и многих наших авторов узнали за пределами нашей республики, да и за пределами нашей страны. Почему необходимо поторопиться и зарегистрировать, наконец, свое имущество в Росреестре? Для чего нужны скроу-счета в банках? Как закон защищает дольщиков от недобросовестных застройщиков? И для чего он скрыл персональные данные собственников недвижимости? На эти и другие вопросы журналистам ответили специалисты управления Росреестра по Карачаево-Черкесии, где прошла пресс-конференция. Комментирует информацию начальник отдела государственной регистрации в электронном виде управления Росреестр по Карачаево-Черкесии Муса Микитов. Его дополнила начальник отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра Тамара Казбекова. Что необходимо сделать гражданам? Необходимо просто обратиться в Многофункциональный Центр оказания государственных муниципальных услуг с документом, достоверяющим личность и документом, подтверждающим, что этот объект принадлежит ему на праве собственности, в основном это у нас идут, если это земельный участок, это старое свидетельство, форма 92-го образец, либо договора на передачу, либо договора о купле-продаже, которые были заверены БТИ. Еще один положительный момент, для чего эти искры ущита, что эти деньги, на них не распространяется действие закона об исполнительном производстве, то есть не накладываются обеспечительные меры. Нельзя, допустим, арестовать этот счет. Республиканское отделение социального фонда назначило специальную социальную выплату более 3 300 медицинских работников Карачаевой Черкесии на общую сумму около 50 миллионов рублей. Новая мера поддержки, установленная правительством страны с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения во всех регионах России, в том числе и в новых субъектах. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации. В станице Зеленчукское завершается строительство малого физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по улице Советской. Это один из трех типовых объектов, которые начали возводить в юбилейный год Карачаевой Черкесии, плюс физкультурно-оздоровительные комплексы в Учкулане и Саратюзе. Спорткомплекс с площадью до 1 тысячи квадратных метров состоит из двух этажей, где будут оборудованы два зала. Универсальный, размером 24 на 15 метров, а также тренажерный. На данном этапе проведены коммуникации, ведутся отделочные работы и обустраивается прилегающая территория, на которой будут размещены лавочки и высажены туи. Работы завершатся в мае этого года. В поселке Рожка у Рубского района обнаружен и уничтожен снаряд времен Великой Отечественной войны. Обратившийся в правоохранительные органы мужчина рассказал, что во время чистки источной канавы в пяти метрах от его домовладения был обнаружен ржавый металлический предмет, внешне похожий на боеприпас. Специалисты Росгвардии, осмотрев предмет, установили, что это авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Снаряд транспортировали на расстоянии от населенного пункта и уничтожили. На курорте Эльбрус прошли межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту Кубок Северокавказского федерального округа, в которых приняли участие 60 лучших учеников спортивных школ Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии. Нашу республику представляли ребята из спортивной школы по зимним видам спорта. В результате упорной борьбы они завоевали 13 медалей различного достоинства. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. В горах местами небольшой снег. Ветер западный с переходом днем на восточные 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8, в горах местами до плюс 1. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2000 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер западный с переходом на восточные 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедится, а столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8 86 52 24 99 51 Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!